Государственное телевидение Беларуси пугает граждан провокациями, которые оппозиции якобы готовят ко дню воли. На экранах обыски, тайники с патронами и взрывчаткой. Видео из новости о задержании террористов, но за кадром звучат предостережения и зритель невольно связывает пугающую картинку с 25 марта. Комитету госбезопасности на данный момент известно о трех вариантах развития событий в стране в канун 25 марта. В центре внимания спецслужб возможны провокации 25-27 марта. Глава КГБ сообщил о нескольких сценариях по дестабилизации обстановки в стране, которые оппозиция готовила на 25-27 марта. КГБ известны конкретные планы по дестабилизации порядка, преступные механизмы, а также источники финансирования. 25 марта в Беларуси отмечают День воли в честь провозглашения независимости Белорусской Народной Республики более ста лет назад. Режим Лукашенко и провластное телевидение этот праздник недолюбливают, ведь этот день в стране традиционно сопровождается масштабными уличными акциями, а память о выступлениях против сфальсифицированных выборов еще свежа. Вот вам мой план на День воли 25 марта. Не остывшие из Магары специально к вашей невероятной весне и маршу боли законодатели пересмотрели Кодекс об административной ответственности. Изменения уже вступили в силу. Праздновать День воли в Беларуси начали в конце 80-х уличными акциями и гуляниями. В середине 90-х еще одной традицией этого дня стали задержания активистов. Утро 25 марта 2000 года встретило минчан ярким солнцем и бронетранспортерами на центральных площадях. Со времен Второй мировой войны город не видел на улицах столько военной техники. В 2006-м День воли выпадает аккурат после разгона Первой площи. Манифестантов, которые пойдут к тюрьме на Кресино, где содержат участников площи, встречают дубинками и светошумовыми гранатами. В 2014-м День воли получает синий-желтый оттенок. Особенно жесткими задержаниями запомнилась 25 марта 2017-го. Тогда День воли совпал с пиком протестов против закона Туниянца. Власть использовала против протестующих спецтехнику. Были задержаны сотни людей. В последующие годы власти разрешали проводить шествие в честь Дня воли по установленным маршрутам. Позволяли даже концерты. Но тех, кто от маршрута отклонялся, задерживала полиция. Когда я пыталась выйти за пределы нашего заборчика, загонщика, меня остановили и сказали, что я не могу выйти в туалет с флагом. Это запрещено. В 2020-м День воли праздновали онлайн из-за пандемии. Чем запомнится День воли 2021-го, говорить пока рано. Но учитывая прошлогодние массовые протесты, силовики готовятся серьезно. И страшилки на ГОСТВ о возможной дестабилизации – часть такой подготовки. Субтитры создавал DimaTorzok